Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте! – Великий пост предваряется прощенным воскресением. Владыка, как проходит чинь прощения в храмах? – Ну, для того, чтобы узнать, как проходит чинь прощения в храмах, нужно в храм на этот чин прийти. Последнее воскресение перед Великим постом вечером как раз совершается такая торжественная вечерня, после которой совершается этот древний, трогательный и умилительный чин прощения, когда священник выходит, говорит краткую проповедь и спрашивает прощения у своих прихожан, у всех, кто находится в храме, и потом люди подходят к священнику, если их несколько, то к нескольким священникам, также с просьбой о прощении, и спрашивая прощения у других, и прощая всем тем, кто и спрашивает прощения у тебя. Чинь этот древний, и спрашивание прощения перед Великим постом имеет основание в Евангелии. Если ты собираешься принести дар твой к жертвеннику, и пришел, и вспомнил, что кто-то имеет на тебя некую скорбь, положи дар свой у жертвенника, пойди примирись прежде с человеком, которого ты обидел, и который тебя обидел, и только потом, возвратясь, принеси твой дар. Пост – это дар Богу. Мы приносим Богу некую жертву, утесняя самих себя в своих потребностях, в своих каких-то желаниях, привычках, ради нашего спасения и ради приобретения благодати Святаго Духа. Поэтому, прежде чем приступить к этому поприщу поста, необходимо испросить прощения и получить прощение от всех, кого мы так или иначе делом или словом обидели, оскорбили. И само это правило носит евангельский характер. Вообще, есть еще более строгое евангельское правило – солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть, если вы имеете какие-то неприятные, гневные мысли, чувства на того или иного человека, то вы должны примириться с ним прежде захода солнца. То есть, не оставлять на следующий день этого. То есть, сегодня, если мы поругались, обиделись, позавидовали, нужно сегодня же загладить это. Это не только императив, относящийся ко времени Великого Поста. Это то, чем должен руководствоваться христианин каждый день в своей жизни. Всегда. Но так сложилось, что чин прощения для нас, для христиан, более всего знаком в этот предпостовой воскресный день. Я уже сказал, что чин – это древний. Он получил свое название в благоустроенных египетских и палестинских монастырях. Вот если мы знаем, слышали жизнеописательные преподобные Марии Египетской, то там этот чин достаточно подробно описывается. Монахи на время Великого Поста из монастыря расходились в пустыню. Они брали с собой какое-то небольшое количество еды, которое, по их рассуждениям, было достаточно, и кто куда уходил в глубокую пустыню. И там проводил эти дни поста так, как ему подсказывала его совесть. В подвигах, в молитве, в воздержании. И незадолго до Пасхи они собирались обратно в монастырь для того, чтобы вместе встретить светлое Христово Воскресение. Пустыня и сегодня – опасная вещь. Я думаю, что городской житель, когда попадет в нее, будет чувствовать себя очень неуютно, особенно если это будет пребывание длиться 40 дней или больше, с минимальным запасом пищи. Тем более в то время, когда, помимо всего прочего, не было средств навигации, в пустыне можно было заблудиться и там остаться навсегда. Когда в пустынях жили дикие звери, такие как львы, например, мы знаем об этом из истории, из жизнеописаний различных, можно быть съеденным хищниками гиены, шакалы и прочее. Все это, конечно же, никто из расходившихся из монастыря в пустыню отцов не знал, вернется ли он обратно. И поэтому, прощаясь друг с другом, братья обязательно и спрашивали прощения, как перед смертью, как перед своим концом. Они пели пасхальные песнопения, без заключительного песнопения «Христос воскресе». Пели пасхальные стихиры и расходились в пустыню. Кто-то из престарелых братьев оставался, один или два человека в монастыре, совершать богослужение и охранять его, но и ждали, когда вернутся остальные. И вот этот чин прощения, он пришел из монастырских стен и прижился в том числе в приходских храмах во всем православном мире. И сегодня он совершается практически так же, как совершался полторы тысячи лет тому назад. – Кстати, прощенное воскресенье совпадает с последним днем масленичных гуляний, разгульных масленичных гуляний. Как к этому относится церковь? – Церковь относится к маслечным гуляниям спокойно, если это не принимает каких-то совсем уж таких форм разгульных. Масленица – это время такое перед постом, оно достаточно веселое, люди ходят друг к другу в гости. Конечно, когда это все превращается в какой-то праздник обжорства и в всякие сжигания чучел и все прочее, это, конечно, неправильно. – Как раз прощенное воскресенье. – Это неправильно, да. Потому что, тем более, что это на самом деле не столько народная обычаи, сколько уже поздние наши такие позднесоветские и постсоветские реконструкции. Скажем, еще 150 лет тому назад никаких чучел никто повсеместно не сжигал. Это уже, так сказать, такая новая в кавычках традиция, которая ничуть не лучше какого-нибудь Хэллоуина, которую пытаются выдать за некие национальные русские традиции. Это, конечно, плохо, и церковь к этому относится отрицательно. Но, тем не менее, Масленица – это вся масочная неделя, она действительно даст… Во-первых, отменяется пост в среду и пятницу, ну и, конечно же, приветствуется вот такое правильное христианское препровождение. Кроме того, мало кто об этом знает, но на этой неделе в храмах уже звучит молитва преподобного Ефрема Сирина, которая звучит Великим постом. В среду и пятницу богослужение на вот этой масочной неделе, оно практически великопостное. – А как правильно просить прощения и как правильно отвечать на простые прощения? – Вы знаете, здесь правил-то нет никаких. Как просить прощения? Ну как объясняться в любви? Есть правила, что надо говорить при этом? Нет, наверное. Так и здесь – прости меня или простите меня. Ну, есть такая традиция – что Бог простит, и я прощаю. Меня простите. – Ну, это такой уже скорее некий устоявшийся некий такой чин, который хорош, но совершенно необязателен. Можно говорить своими словами то, что есть на сердце. Бывает ведь, когда действительно мирятся, просят прощения люди, которые очень в сложных отношениях находятся, ни год, ни два. И там уж как сердце подскажет. – Почему так важно научиться прощать и просить прощения? – Ну, потому что это основа христианской жизни. Человек, который не может, не умеет прощать, он не может быть христианином. Да я скажу больше, он человеком-то не может быть. Потому что умение прощать и просить прощения – это на самом деле такое основное человеческое качество, я бы сказал, базовое, на котором только и могут строить соотношения людей между собой. Представьте себе, что если бы вокруг нас ходили бы люди, которые не прощают и не считают себя в чем-то виноватыми, мы бы просто сбежали бы из такого общества, потому что в нем невозможно будет жить уже через пару месяцев. Вот поэтому, я думаю, это очень важное качество, его нужно стараться приобретать. И церковь помогает нам в этом. Спасибо, Владыка. Пожалуйста. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. 15 лет было Екатерине Дегалиной, когда она вошла в святые врата Спасского женского монастыря Симбирска с желанием провести здесь всю жизнь. Сейчас мы знаем ее как преподобную мученицу Екатерину Симбирскую. В монастыре освящен храм в ее честь. День памяти святой здесь отмечается по-особому. 17 февраля митрополит Симбирский инвоспасский Лонгин совершил божественную литургию в храме во имя преподобной мученицы Екатерины. Святая преподобная мученица Екатерина, которую мы сегодня празднуем, обычная девушка христианская, которая стала послушницей, затем инокини здесь в обители. Казалось бы, вот закрыли обители, сестры разошлись, кто-то смог устроиться на светскую работу, и она в том числе. Сказалось бы, ну, живите и вспоминайте о том, как вы жили в монастыре. Но они старались в тех условиях, в которые они попали, все равно сохранить монашеское настроение, монашеский образ жизни, монашескую молитву и даже суточный круг богослужения. Екатерина Дикалина родилась в ноябре 1875 года в селе Панская Слобода Симбирского уезда в крестьянской верующей семье. Будучи совсем юной девушкой, она объявила родителям о своем желании посвятить жизнь Богу, и в 1890 году отец привел ее в Спасский монастырь. 28 лет Екатерина жила в обители, была воспитанницей, трудницей, затем весопорной послушницей. В 1918 году монастырь был закрыт, сестры изгнаны из него. В миру послушница Екатерина жила также по-монашески. Ее арестовали и расстреляли в ночь с 17 на 18 февраля 1938 года. В 2004 году преподобная мученица Екатерина была причислена к лику святых. Для того, чтобы прийти к вере, конечно, надо себя научить сначала молитве. И вот сегодняшний день памяти преподобной мученицы Екатерины как раз свидетельствует, что она настолько была укреплена в молитве, что даже такая трудная ситуация, когда ее приговорили к расстрелу, ее не поколебало остаться верной Христу до конца. На самом деле вера для нас это как бы такой стерженечка основы для любого христианина. 17 и 18 февраля в монастыре прошла третья межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы истории православия в российской провинции» второй половины 17-го – начала 20-го века. Работу конференции открыл митрополит Симбирский и Новоспадский Лонгин. История русской православной церкви и государства российского связаны неразделимы. Только осознавая это и изучая церковную и светскую историю в их неразрывности, можно обрести полный и верный взгляд на процессы, происходившие в нашем Отечестве, в прошлом и определяющие нашу современную жизнь. Подобные конференции, как сегодня, особенно регионального масштаба, во-первых, позволяют ликвидировать пробелы в истории русской православной церкви, которые не успели исследовать до начала революции при советской власти. Вообще на это было наложено табу, и они в многочисленном количестве до сих пор, к сожалению, существуют. С другой стороны, исследования последних лет позволяют нам сделать достаточно серьезные выводы регионального масштаба, на которых строятся уже общероссийские выводы о тенденциях развития православия, которые особенно ярко проявились второй половины 19-го, начале 20-го века, когда параллельно этому развивался кризис российского общества. Участниками конференции, посвященной Святой Екатерине Симбирской, стали представители правительства Ульяновской области и администрации города, а также члены ученого сообщества. На пленарном заседании были представлены доклады, посвященные истории Спасского женского монастыря и фактам из жития преподобно-мученицы Екатерины. Доклады участников будут опубликованы в научном журнале, чтобы с текстами выступлений могли ознакомиться все желающие, а память о Святой Подвижнице сохранялась на Симбирской земле. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская метрополия.